Друзья, всех приветствую! В данном видеоуроке покажу, как работать со шрифтами. Итак, первая вариация, что мы можем рассмотреть. Давайте первоначально я покажу, как код у меня работает. У меня файл стайл с CSS сейчас пустой. Индекс HTML. Тут есть два TGP внутри DIVA. И мы используем следующую конструкцию. Будем подключать шрифт из внешнего источника. Я выбираю какой-то шрифт, допустим, вот этот вот шипони. Он у меня открывается. Сейчас я жду, грузится. После этого выбираю то, что меня интересует. Тут маловато всего. Давайте, наверное, все-таки другое выберу. Допустим, Oswald давайте. Вот, в Oswald тут есть, как видите, и стандартный Lite 300, и есть шрифт 400 регуляр. Также есть более толстые вариации. Смотрите, я все выбираю. У меня здесь сбоку есть вот такая вот штуковина. Если я закрою, вот видите, она открывается вот тут. И link это то, как мы можем его импортировать. Для того, чтобы заимпортить шрифт, я скопировал данную конструкцию и вставляю между тегами head. Вставил. После чего мне надо скопировать вот эти вот сами стили. Для того, чтобы они заработали. Смотрите, я копирую. Перехожу в стайл с CSS. Давайте я опишу первоначально наши стили. Наверное, все-таки задам еще какой-то font-weight. Точнее, font-size. Давайте задам, чтобы были красиво отображались большими наши буквы. И подключаем наш шрифт. Вот я подключил font-size. Точнее, font-family Oswald. Смотрите, я сохранил все. Перехожу в браузер. Обновляю. Вот мы получаем наш шрифт. Теперь, если мы заметим, мы подключали там еще и более легкие варианты, то есть нежирные. Для этого мы можем прописать свойство font-weight и указать, допустим, 300 или 400. Видите, это все дело меняется. Следующее, что мы можем сделать. Давайте я снова перейду вот сюда. И у нас есть еще вариация импорта. Для импорта мы переходим в импорт. Выбираем вот этот вот стайл. Я перейду обратно в индекс.html. Первоначально этого у нас не было, поэтому я удалю. И подключаем через импорт. Просто в баде я добавляю вот так вот стайл и вот этот вот импорт наших шрифтов. Сохраняю. Проверяем. Стайл из CSS. Вот Oswald. То есть шрифт у нас подключен. Если я сейчас обновлю, видите, ничего не меняется. То же самое и вторая вариация. Мы можем удалить вот эти вот теги style. Сохранить здесь. А вот эту вот конструкцию перенести вот сюда. То есть мы импортим прямо через файл стайл из .css. Если мы посмотрим, у нас тоже ничего не меняется. Далее, ребят. Последняя вариация подключения. Мы это давайте удалим. Сохраню. Удалим. Нет, тут уже все нормально. Значит, я перейду обратно в браузер. Если вы посмотрите, я открыл сайт Fonts Quirrell. Тут мы можем использовать вариацию шрифтов, которую мы захотим. То есть мы скачали какой-то шрифт. Если его нету, например, на Google Fonts, я перехожу в папку. Смотрите. У меня уже он, конечно, сгенерирован. То есть я уже все распаковал. Но покажу, как это все делать. То есть смотрите, что я делаю. Выбираю шрифт. Просто его сюда вставляю. Он у меня грузится. Сейчас появится полосочка с ним. То есть мы с ним работаем. Перехожу на вкладку «Эксперт». Нам нужен фонд формат WoW, WoW 2. И тут есть еще настройки «Custom Subsetting». Вы можете тоже выбрать языки, с которыми работать вы будете. Допустим, «English». И здесь я ставлю галочку, что «Согласен». Нажимаю «Download». У меня грузится шрифт. Вот видите, я его уже загрузил. И распаковал. Поэтому покажу, как он подключается и работает. Смотрите. Для этого мы используем конструкцию «FontFace». Эту конструкцию я взял в гугле. Поэтому, если вы хотите это ускорить, тоже можете это сделать. Смотрите. Я вставляю. Первоначально, что мы должны сделать? У нас вот наши шрифты есть. Мы можем сделать «Rename». Я сюда вставлю. Universal. Или как он там называется? Heavy какой-то. В общем, смотрите. Я вставил шрифт, сохранил. И здесь, вверху, обязательно нужно придумать какое-то название. Давайте он будет называться вот так вот. Uni. Что там написано? В общем, вот так вот. Так, ребят. Теперь здесь нужно точку указать, потому что без точки работать не будет. Точечка, точечка. То есть мы переходим в папку «Fonts». Берем наш шрифт. И два формата. WoW и WoW 2. Все есть. Сохраняем. Смотрим, что мы получаем. Вот наш шрифт применился. Давайте проверим. Вот. Universal. Вот мы убираем его. Точнее, Uni. Ne. U. E. Heavy. То есть все работает. Ребят, кому понравилось данное видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Ну и до встречи в новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.